Литература какая-то такая вся трагическая, тяжелая. Гейн в свое время сказал, что так много трагического в литературе, это потому что художник наиболее остро воспринимает дистанцию между реальным и идеальным. И вот этот разрыв и невозможность совместить реальный и идеальный вызывает такие трагические ассоциации. Но тем не менее, достаточно много легкой поэзии. Вот, например, у Игоря Ертеньева возьмем товарища козла, чей внешний вид весьма противен, его концепция гнусна и внешний вектор негативен. Теперь пойдем возьмем бобра. Ну, чтоб не рухнула плотина. Его наружность хоть мокра, но сущность в целом позитивна. Картины мировой, разлом между их проходит полюсами. И мы в борьбе козла с бобром должны свой выбор сделать сами. А у Металлика Калашникова, одного из любимых моих поэтов, «Царствие имя небесное», есть такие маленькие зарисовочки, кроме серьезных стихов, которые как раз в празднике, наверное, можно посчитать. Червячок и хомячок вместе ели кабачок. Червячок в кабачке, ой, кабачок в хомячке, червячок в кабачке. Тихо-тихо, как улитка, по лицу ползет улыбка. «Чувствую, сейчас дойдет». Да, братишки, анекдот. На меня вонючка села, посидела, улетела. Что мне делать, я не знаю. Вот теперь стою, воняю. А у меня почему-то по мотивам Виталика про мышек только такие сочинились. В полюс убежала мышка, на нее упала шишка. Больше нет теперь мыши, а не осталось ни шиша. Или мчалась при прыжку бедная мышка. Убегая от кота, вдруг поймешь, жизнь мы и та. И еще такой актуальный для новогодних каникул длинных. Мышь поесилась неслышно, холодильник измолчал. Редкий дождь стучит по крыше, лишь диета правит бал. Под морзянку дождевую тяжело не жрать всю ночь. Как бессмысленно живу я и ничем мне не помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова